здравствуйте дорогие друзья ребята мы продолжаем нашу эпическую победную серию ответов на ваши сильнейшие вопросы поэтому если вы еще не задали ваш вопрос обязательно делайте это комментариям под этим видео либо под любым другим понравившимся вам видео ребята сегодня у нас потрясающий вопрос от александра дяка впрочем как и всегда александр пишет очень крутые вопросы спасибо александр а он звучит примерно так алексей извини за то что начинаю надо дать вопросами просто к теме насчет периодизации нагрузок как правильно ее проводить зачем она нужна и кому подходит также я слышал что новичкам она вообще не нужно заранее спасибо александр это вам спасибо супер крутые вопросы как всегда поехали разбираться друзья мои присоединяйтесь к моему пага марафону мы стартуем уже 22 июля поэтому обязательно обязательно отправляйте вашу заявку как это сделать вы найдете в описании под этим видео что такое pg марафон под моим видением вы сможете узнать перейдя по ссылке здесь а мы поехали отвечать на вопрос александра перед александр дорогой мой огромное спасибо как всегда супер классные вопросы александр периодизация нагрузок нужно нашему организму нужно нашему телу для того чтобы мы всегда создавали измененные условия окружающей среды которые будут стимулировать наше тело наше физическое тело нашу центральную нервную систему нашу кардиоваскулярную систему наш опорно-двигательный аппарат к адаптации а именно адаптация это то что нам необходимо потому что адаптация это рост укрепления это выживание то есть условия в которых организм а находится постоянно где ему комфортно где ему известна нагрузка где ему все понятно и где ничем не удивить ваши мышцы вас в тренировочном плане где вас не удивите вы начинаете вашу тренировку и вы знаете да следующий подход такой следующий подход такой следующее упражнение будет сделано вот так ну окей сейчас доживем до конца и все вот это заранее гиблая схема тренировочного плана потому что он не создает той самой нагрузки которая должна быть стрессовой которая будет ваш организм адаптироваться то есть а как вы написали для новичков однозначно схема периодизации нагрузок не нужна потому что нагрузок не было в принципе они адаптируются даже к самым начальным весам даже к самым начальным нагрузкам в виде высоко интенсивно интервального тренинга неважно любая нагрузка для них будет уже периодизационной потому что ее до этого не было это будет стимулом это будет импульсом к адаптации нашего организма следовательно он будет адаптироваться адаптироваться путем увеличения скоростасиловых показателей а когда вы соответственно привыкните к этой нагрузке нужно ее менять ведь логично же и это называется периодизация нагрузок неважно каким спортом вы занимаетесь неважно какие цели перед вами стоят если вам 75 лет и вы перенесли инсульт ваша периодизация нагрузок это пройти сегодня на 100 метров дальше постараться меньше опираться на палочку или больше давать вес на ту ногу которая болит если же вам 20 лет и для вас периодизация нагрузок это прогрессировать в весе штанги с которой вы приседаете то для вас соответственно нужно подбирать а нужный тренировочный план и вы тоже двигаетесь вперед то есть каждый человек неважно чем он занимается неважно какие стоят перед ним задачи выносливость сила ловкость то как долго вы можете держать ваше дыхание под водой требует периодизации нагрузок только так и никак иначе организм привыкает к одному и тому же и перестает реагировать на это вот и весь фокус поэтому мой совет как строить периодизацию нагрузок вы выстраиваете ваш фон плавно поднимаясь на ваши пиковые веса которые были максимумом предыдущем тренировочном цикле я советую строить тренировочный цикл длительностью в три месяца и к пику третьего месяца стараться побить персональный рекорд либо быть около него затем мы берем паузу в две недели отдыхаем возвращаемся снова к тренировкам неважно каким тренировкам через одну тире две недели и восстанавливаем наш периодизационный цикл а откатом на 30 процентов от максимума вниз и затем мы начинаем потихоньку добавлять веса пытаясь двигаться к тому максимуму который был на пике предыдущего цикла если стоит задача присесть на два с половиной килограмма больше от максимума который был в предыдущем тренировочном цикле соответственно вы не просто начинаете добавлять веса в штанге на приседаниях вы делаете подсобные упражнения вы тренируете мелкие группы мышц которые вам необходимы для прогресса по вашим силовым показателям точно так же если мы говорим о выносливости вы добавляете какие-то подсобные упражнения вы тренируете время задержания вашего дыхания объемы легких вы понижаете массу тела соответственно вы уменьшаете потребители кислорода и увеличиваете объем кислорода которые могут держать ваши легкие это и есть периодизация это есть постоянный рост и александр вам огромное спасибо за такой замечательный вопрос нужно подходить к тренировочному плану всегда с умом нужно подходить всегда со стратегией не просто приходить рваться браться за что угодно и пытаться так действовать годами это однозначно будет работать в первый месяц два три четыре а затем нужно включать стратегию спасибо огромное александр за ваш замечательный вопрос обязательно нажимайте кнопку подписаться на канал вот здесь и рядом с ней звоночек чтобы youtube всегда отправлял вам извещения о новых видео либо же о начале прямых эфиров друзья мои спасибо огромное за ваше внимание и мы двигаемся только вперед